Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Наталья Стариковская, и я рада приветствовать вас на лекции, посвященной творчеству одного из самых любимых моих современных сербских авторов Горна Петровича. Сегодня мы с вами поговорим о его романе «Книга с местом для свиданий», о том, почему этот роман относится к жанру магического реализма, и что роднит творчество Петровича с творчеством таких классиков, как Маркес, Борхес, Картасар. Несколько слов о самом Горне Петровиче. Горн – современный сербский автор, он родился в 1961 году, живет в городке Кралево, недалеко от Белграда, начинал свою деятельность библиотекарем, продолжает заниматься издательским делом и, конечно же, прежде всего, писательским. Горн Петрович – автор нескольких сборников рассказов, а также автор трех романов – «Атлас, составленный небом», «Осада церкви Святого Спаса» и та книга, которая сегодня является предметом нашего разговора – «Книга с местом для свиданий». Среди российской публики самым известным сербским автором является, пожалуй, Милорат Павич. Но Горн Петрович в определенном смысле является продолжателем его традиций. Именно от Павича Горн Петрович получил эту любовь к магическому реализму и перенял эстафету, которую он успешно несет дальше в своих произведениях. Павич в свое время написал предисловие к первому роману Горна Петровича. И я бы хотела с вами поделиться теми словами, которые сказал классик о своем младшем соратнике по литературному цеху. Горн Петрович не похож на человека, родившегося в 1961 году в Кралеве, маленьком сербском городке, сильно пострадавшем во время Второй мировой войны. Тем более он не похож на того, кто закончил там школу. Горн Петрович пишет не так, как написал бы человек, работающий на местном вагоностроительном заводе. Он не похож на того, кто пишет на сербском языке и считает литературным образцом для себя Данилу Киша. Поколение Горна Петровича не похоже на землю, на которой оно выросло. Оно стало, может быть, одним из самых странных явлений конца 20 века. На своей фотографии Горн Петрович не похож на писателя, сказавшего, даже самая маленькая травинка не может вырасти в рукописи просто так без последствий. Его книги можно назвать самыми редкими по своему вкусу плодами, выросшими сегодня в саду сербской литературы. В них проявилась сила и фантазия того поколения, которое беззлобно и радостно сопротивляется данной ему реальности мира и противопоставляет себя разрушению и смерти, что завладели Балканами и нашими судьбами в начале 90-х годов этого столетия. Сегодня такие книги подобны горсти соли, оставленной на черный день и найденной тогда, когда пришло время трудностей и нищеты. В этих книгах звучат лучшие из интонаций свойственных прозе, лирический юмор и поэтическая фантазия, не нарушающие, однако, представительной концепции автора. Это слова Павича о творчестве Петровича, и они очень, на мой взгляд, четко описывают то, чем примечательны книги Горна Петровича. Действительно, это отображение, понимание писателем той реальности, которую он проживает вместе с Сербией, вместе с тогда еще Югославией, осмысление писателем определенного сложного исторического пути его родины, и в том числе мысли Горна Петровича о том, как он видит литературу, как он видит взаимоотношения читателя и писателя, как он понимает вообще творчество, да, что такое творчество, что такое книги, что такое литература и чему они служат. Горан Петрович сам по себе довольно загадочная личность, можно так сказать. Он живет не в Белграде, живет в 200 километрах от Белграда. Он достаточно редко выходит на контакт со своей аудиторией, ну, в том смысле, в котором мы сейчас привыкли это понимать, когда многие современные авторы ведут свои блоги, постоянно дают интервью, какие-то комментарии по своим произведениям. Горан Петрович человек, который не имеет соцсетей, интервью, которую он дал для публики, можно пересчитать по пальцам. И поэтому, мне кажется, тот жанр, тот метод, в котором он творит, магический реализм, о котором мы сегодня с вами разговариваем, он очень хорошо ложится на его личность, на черты его характера. Не зря такой человек создает свои творения именно в стиле, в жанре магического реализма. Итак, что же это за метод такой магический реализм? Как его понимать? Откуда он взялся и почему он настолько популярен в наше время? Магический реализм пришел к нам от латиноамериканской литературы, от латиноамериканских классиков. Впервые Олехо Карпинтьер употребил словосочетание Лореаль Моравиосо в предисловии к своему произведению «Царство земное». И если мы переведем это словосочетание, у нас получится чудесная реальность. И, в общем-то, вот это сочетание чудесная реальность, равно как и магический реализм, само собой описывает суть этого творческого метода. Те авторы, которые пишут в этом стиле, которые пользуются этим методом, создают в своих произведениях реальный мир, в котором магическое и чудесное является его нормальной, неотъемлемой частью. То есть герои их произведений совершенно спокойно воспринимают реальность, в которой они живут, и то, что в этой реальности происходят какие-то чудесные события. Для них это норма и это обычность. Это такой способ познания мира, ключ к той действительности, которая окружает этих героев. Для них это нормально. А сейчас мы с вами разберем основные черты поэтики магического реализма и посмотрим, каким образом эти черты проявляются в романе Горана Петровича «Книга с местом для свиданий». Для магического реализма прежде всего, как я уже сказала, характерно слияние действительного и иллюзорного. Что это значит? Горан Петрович в одном из своих немногочисленных интервью как-то сказал, что для него признаком хорошего рассказа, хорошего произведения является тот факт, если у читателя при прочтении его рассказа или его произведения расширяются от удивления глаза. И вот «Книга с местом для свиданий» — это тот роман, при прочтении которого действительно у читателя расширяются глаза. Ведь роман начинается с, казалось бы, такого обычного какого-то события. Один из главных героев романа, студент Адам Лозанич, который учится на филфаке и подрабатывает параллельно корректурой, редактурой произведений, получает заказ от какого-то странного человека, странного заказчика. Мы даже не знаем, кто это. Он фигурирует только в роли заказчика. И Адам получает заказ на редактуру некоего произведения «Мое наследие» за авторством Анастаса Браницы, написанным и изданным, собственно, самим же автором. Студент получает этот заказ. Вроде бы такая достаточно обычная сценка. А дальше, практически с первой же страницы книги с местом для свиданий, начинают происходить чудеса. Вместе с Адамом Лозаничем мы погружаемся в так называемое полное чтение, или настоящее чтение, как это называет Горен Петрович. Это процесс, в ходе которого студент, читая книгу, которая была выдана ему для работы, на полях, на страницах этой книги, начинает путешествовать, начинает знакомиться с людьми, которых лично знал автор этой книги. И, собственно, он существует вместе с этими людьми и в мире книги «Мое наследие», и в реальном мире Белграда в 20 веке, в конце 20 века в Белграде. Все это происходит параллельно, и самое интересное, что это воспринимается нормально. То есть герой, студент, филолог считает нормальным то, что он открывает книгу, попадает на ее страницы и начинает путешествовать. Более того, в книге несколько сюжетных линий, в книге с местом для свиданий, но эти сюжетные линии в итоге оказываются связанными между собой. Герои каким-то образом друг с другом знакомятся, встречаются, и происходит это параллельно и в реальной жизни, в реальном Белграде, и в том числе и в реальном мире вот этого произведения Анастаса Браницы, которая как матрешечка, книга в книге, становится вот этим вот иллюзорным, чудесным, магическим миром, в котором существуют герои произведения Горана Петровича. Вообще, в принципе, идея о том, что вымышленный мир, он вполне себе реален, и он может материализоваться, стать настоящим. Эта идея, конечно, пришла к Горану Петровичу от Борхеса, и в том числе эта идея, она же реализуется и в еще одном характерном моменте для магического реализма, так называемом двоемирии. Как правило, в книгах авторов, пишущих в стиле магического реализма, четко видны эти два мира. Мы видим мир реальный и мир магический, чудесный. Конечно же, эти миры существуют параллельно, они взаимосвязаны, они перетекают один в другой. Это происходит и у Горана Петровича в его романе «Книга с местом для свиданий». То есть что происходит? Вот эта книга «Мое наследие» одного из героев Анастаса Браницы, она становится тем миром, в который попадают герои, для которых нет места в реальной жизни. Его кухарка Златана, старенькая, глухая, она попадает в этот мир, в мир его книги и там и остается. И прекрасно себя там чувствует и живет в этом мире до тех пор, пока странные заказчики не отправят ее в мир реального Белграда, где она, собственно, уже потеряется и будет спрашивать окружающих, а что же случилось? Я смотрю, что для вас тоже нет места ни в одном романе. Вы не можете найти себе места. Свидетельство того, что миры эти реальны, и реальный мир, и вымышленный, то, что они существуют в действительности, и то, что это совершенно нормально, свидетельством этому становится, как ни странно, происходящее в обоих мирах смерти героев. Например, Анастас Браница, который пишет эту книгу «Мое наследие», и который изначально пишет книгу в стиле эпистолярного романа, он создает письма, каждая глава – это определенное письмо, которое он пишет девушке, в которую он влюбился и с которой он хочет встретиться. И встречается он с ней именно на страницах этого своего романа «Мое наследие». Он пишет эту книгу и уходит из жизни только в тот момент, когда он пересекается с этой девушкой в реальном Белграде и понимает, что в реальности девушка вроде бы что-то почувствовала к нему, но не узнала его. И для него, как для автора, конечно, и как для человека, это становится такой личной трагедией. И он читает свою книгу где-то на берегу реки, и в итоге он пропадает в своем романе, и точно так же он пропадает в реальной действительности. На следующий день появляется в газетах некролог о том, что его нашли утопившимся в реке. Смерть происходит одинаково и в параллельном мире, и в вымышленном, и поэтому таким образом мы понимаем, что оба этих мира реальны. Они вроде бы существуют параллельно, но при этом они оба становятся для нас и для героев книги реальными. «Двоемирие» вообще, да, такая характерная черта для произведений магического реализма. Например, у Холио Картасара есть такой рассказ «Южное шоссе». Он очень интересен как раз тем, как даже в таких коротких рамках, как рассказ, да, это не роман, это все-таки рассказ, но тем не менее, даже в этих коротких рамках автору удалось создать и показать, как рождаются эти два мира. В рассказе «Южное шоссе» рассказывается об огромной пробке перед въездом в Париж. И что происходит в этой пробке? Сначала вроде бы повествование идет такое обычное, ну, собственно, такой нормальный сюжет, да, пробка перед въездом в город, ничего особенного. И в какой-то момент мы понимаем, что в этой пробке завязывается совершенно отдельная жизнь. Между участниками этой пробки завязываются какие-то взаимоотношения. Кто-то влюбляется, кто-то ссорится, что-то происходит. И вот этот вот отдельный второй мир, мы прям видим его появление. Автор описывает его появление. И вот это двоемирие, оно совершенно нормально для рассказа, написанного в магическом реализме. Как только начинается движение, миры расходятся. Сразу этот мир пропадает, и дальше герои продолжают жить своей жизнью, как ни в чем не бывало. Но мы видели и рождение этого мира, и его развитие, да, и можно сказать, что его смерть. Еще одной чертой поэтики магического реализма является так называемая нелинейность времени и пространства. Что это значит? Это значит, что авторы этих произведений понимают и описывают время и пространство не так, как мы к этому привыкли. Например, время у них может либо застыть, либо, наоборот, бежать слишком быстро. Классическим таким примером здесь можем привести как раз роман Маркеса «Сто лет одиночества». Если вы помните, роман повествует вроде бы о ста годах. Но читая этот роман, складывается стойкое ощущение, что речь идет точно не о ста годах. То есть кажется, что речь идет о вечности. То есть эти сто лет, они настолько размыты. А что мы видим у Горна Петровича в книге «С местом для свиданий»? Зачитаю коротенький отрывочек оттуда. Там время сжато. Бывало так, что здешние пять минут длились целый час. А бывало и наоборот. Наши системы измерений там не имеют силы. Так что можете спокойно не обращать внимание на часы. Можете вообще их снять, предупредила она компаньонку. Она, это Наталья Дмитриевич, одна из героинь книги «С местом для свиданий». Это девушка, которая помогала Анастасу Бранице писать его роман. С одной стороны, она была влюблена в него, конечно же, потому что, когда они познакомились в реальном мире Белграда, она была молодой девушкой, работала в книжном магазине своего отца, помогала ему. А туда захаживал литератор Анастас Браница, который в это время создавал свой роман. И создавал он его для другой девушки, в которую он был влюблен. Но при этом Наталья Дмитриевича в итоге осталась тем самым человеком, который сохранил все экземпляры романа Анастаса Браницы после его смерти. И в книге «С местом для свиданий» мы знакомимся с Натальей уже глазами ее компаньонки, молодой девушки Елены, которая приходит к ней на службу, когда Наталья уже находится в почтенном возрасте. А служба Елены, собственно, заключается в том, что они погружаются в совместное чтение с Натальей. И вот характеризуя это совместное чтение, Наталья и говорит Елене о том, что время там бывает сжато, а бывает наоборот. То есть ощущение времени в процессе чтения, когда героини погружаются в книгу, оно совершенно другое и не такое, как в нашей реальной действительности, к которой мы привыкли. То же самое происходит с пространством, абсолютно. Если у Маркеса его герои вроде бы возвращаются после своих скитаний по миру, возвращаются в родное селение, оно с одной стороны вроде бы такое же, как и было, а с другой стороны оно изменилось. И происходит это на наших глазах одновременно. То есть пространство разное, но для нас оно существует одновременно. В одной и той же книге, в одной и той же действительности. У героя рассказа Картасара «Другое небо» вообще раздвоенность пространства. Он живет одновременно и в современной Аргентине, и в Париже XIX века. Происходит это одновременно. То есть для героя книги это нормально. Он существует параллельно в двух пространствах. У Горна Петровича в книге с местом для свиданий его герои, начиная читать книгу, погружаясь туда, могут попасть куда-то, в какое-то место, которое даже не было описано в этой книге. Или, например, Наталья Дмитриевич в своем почтенном возрасте частенько рассказывает своей компаньонке Елене о том, как она ходит в несуществующие магазины. Точнее, как они несуществующие в реальном Белграде, но в мире ее воспоминаний они вполне себе существующие. И поэтому, кстати, сербское название романа звучит как «Сидничарница, кот с речной руки», «Лавка мелочей, удачная покупка», как ее перевела Лариса Савельева, замечательный, гениальный переводчик книг Павича и Петровича. И вот этот вот магазинчик «Сидничарница», «Лавка мелочей», она становится таким связующим образом, который проходит через всю книгу Горана Петровича и объединяет разных героев. В этот магазинчик ходит Наталья Дмитриевич, а, например, ее компаньонка Елена, она не понимает, куда же она ходит, потому что по описанию в настоящем Белграде, в котором они живут, там в Белграде конца 80-х годов, ну нет уже этого магазинчика, а Наталья Дмитриевич туда ходит. Или она ездит отдыхать в определенный санаторий, который, как мы потом узнаем, на самом деле давно закрыт, и никто туда попасть не может. Точнее, с оговоркой, может туда попасть тот, кто хорошо и детально его помнит. То есть вы видите, пространство совершенно разное в этой книге. Есть пространство реального города, а есть пространство, которое помнят его герои. И в этот магазинчик, в лавку мелочей, случайно, в конце, уже в конце романа, попадает тот самый студент, Адам Лозанич, который занимается редактурой романа Браницы, который сохранила Наталья Дмитриевич. Никто не рассказывал Адаму Лозаничу о том, где находится этот магазинчик. Он попал туда, можно сказать, случайно. Но, тем не менее, он туда попал. Да, вот это пространство странное, которое существует в романе, и которое объединяет в том числе героев. Книга с местом для свиданий это, собственно, пространство книги одного из героев. Один из героев этого романа Анастас Браница создает книжку «Мое наследие». Он пишет этот роман для того, чтобы встречаться на его страницах с той девушкой, в которую он влюблен. И поэтому в русском переводе роман Горна Петровича получил такое название «Книга с местом для свиданий». На мой взгляд, очень удачный выбор перевода, потому что он как раз сразу погружает читателя в самую-самую суть, самую суть произведения. Та книга, которую создает литератор внутри романа Горна Петровича, является книгой с местом для свиданий его героев. А книга с местом для свиданий, которую пишет Горн Петрович, в каком-то смысле является книгой такой для нас. Ведь открывая книгу, открывая художественное произведение, мы с вами тоже сразу попадаем в какой-то вымышленный мир. Еще одной из черт поэтики магического реализма является мифология и притчевость. На самом деле некоторые исследователи разделяют эти характеристики, то есть отдельно говорят о мифологии, отдельно говорят о притчевости. На мой взгляд, это явление похожего порядка, ведь притчевость в том числе воспроизводит с собой ту же мифологию. Откуда мифология взялась в магическом реализме? Тут, в общем-то, все понятно. Латиноамериканские классики обращались к мифам, верованиям, традициям, к фольклору индейцев, к фольклору коренных народов. У Карпентиера в его царстве земном подача материала идет глазами гражданина Гаити, который переживает революцию, и идет подача через аллегории мира Вуду, потому что, собственно, гражданин страны, не понимая, что происходит, и пытаясь как-то это осмыслить, он обращается к мифологии своего народа. Таким образом, эта мифология попадает в произведение Карпентиера. Что происходит у Горна Петровича в книге «С местом для свиданий»? На мой взгляд, у Горна Петровича мифология представлена еще более полно. Ведь Анастас Браница, начиная писать свой роман «Мое наследие», он прописывает максимально детально появление и создание прекрасного сада, стройку и обстановку прекрасного дома, прекрасной виллы. Для того, чтобы написать это в своей книге, в своем романе, Анастас Браница в реальной жизни, в реальном Белграде консультируется с самыми известными архитекторами, ландшафтными дизайнерами. Он оставляет им заказы, как будто бы он реально собирается строить дом, разбивать сад, и потом переносит это словами, переносит это в художественную форму, в своем произведении. И вот это создание дома, сада на самом деле вызывает у нас абсолютно четкие ассоциации с описанием сотворения мира. Согласитесь, как будто бы это перед нашими глазами Бог сотворяет определенный мир. И вот этот миф, миф о сотворении мира, он находит свое четкое выражение в романе Горна Петровича. Он описывает с помощью своего героя, Анастаса Браница, который создает этот дом, этот сад в своей книге. Но, собственно, его руками описано сотворение мира. И что тут еще интересно, студент Адам Лозович, его зовут Адам, а девушка, компаньонка Наталья Дмитриевич, которая, собственно, приглянулась ему на страницах этой книги, девушка носит имя Елена. Ну, Елена, да, вроде бы нормальное женское имя, но не зря же Елена, да, начинается тоже на букву Е, как Ева. И вот эта вот ассоциация очень четкая Адам и Ева, да, Адам и Елена в райском саду, написанным героем романа Горана Петровича. И кроме мифологии, отличительной чертой произведений магического реализма являются также метафорические символы и образы. И это те образы, которые повторяются, которые переходят от одного произведения автора магического реализма к другому произведению. Они достаточно четкие, и, как правило, в произведениях мы видим эти аллюзии сразу. Что касается книги «С местом для свиданий», тот же сад, да, и дом, разбитый Анастасом Браницей в его романе, он сразу же отсылает нас к Борхесу. Да, у Борхеса есть рассказ и сборник, в который, собственно, вошел этот рассказ. Сад расходящихся тропок. Этот сад расходящихся тропок у Борхеса – это метафора, в общем-то, метафора и всего мира, и метафора, в том числе, и творчества. А у Петровича, почему мы видим отсылку, да, и аллюзию именно на Борхеса, в самом начале книги «С местом для свиданий» мы встречаем ассоциацию сада с библиотекой. То есть там такие четкие параллели. Библиотека – как сад, а книги – как растения. Как это звучит, собственно, в самой книге? Откуда же такое чувство? Спрашивала себя девушка. И позже, из месяца в месяц, находя все новое и новое, цепочкой цеплявшиеся друг за друг объяснения. Может быть, оно возникало из-за заливавшего все вокруг света, которому не мешали крупно набранные и никогда не закрывающиеся шторы. В комнате буквально раилось сияние. На восточной стороне ее было огромное окно, каждая из пяти створок которого была разделена оконным переплетом на девять небольших одинаковых квадратов. Поэтому, само собой, напрашивалось сравнение с оранжереей ботанического сада, в который вместо растений возревают книги. Это комната, библиотека Натальи Дмитриевич, в которую попадает ее молодая компаньонка Елена. И у Елены сразу возникает вот эта ассоциация с садом. А разрезание новых книг, процесс разрезания, Елена сравнивает с прививкой и обрезкой новых растений. Наталья Дмитриевич предстает в этом смысле в образе садовника, ухаживающего за своим садом, за своей библиотекой. И в то же время, параллельно, в мире романа Анастаса Браницы, «Мое наследие», за его садом, тоже ухаживает садовник. В этой книге мы встречаем в образе садовника такого героя, как Сретен Покимеца, очень интересный образ, введенный Горным Петровичем. Этот герой изначально сотрудник службы безопасности. Но явно человек, обладающий читательским талантом, потому что благодаря своему читательскому таланту он тоже практикует полное чтение, он умеет погружаться в мир книги, он умеет встречать там других людей. Ну и, к сожалению, он шпионит за этими людьми. Он использует свой талант не во благо, из-за его таланта погибают его дяди с тетей, потому что он сам наводит на них спецслужбы. Но в конце произведения он становится из читателя, становится писателем, он тоже пишет некое свое произведение, а в итоге находит после ухода на пенсию находит свое пристанище тоже в книге Анастаса Браницы, а находит он его там, потому что тоже влюбляется в Наталью Димитриевич. То есть и этого героя не обходит чувство любви, из-за которого он тоже попадает внутрь этого произведения, и он становится там садовником, смотрящим за... сам себя назначает, можно сказать, на эту должность. И вот этот вот сад, библиотека, сад, или сад внутри книги как место для жизни героев, это один из таких классических образов магического реализма. Вообще интересно, что и Борхес начинал свою трудовую деятельность как библиотекарь, и Петрович тоже начинал свою деятельность как библиотекарь. И вот этот образ библиотеки, он так или иначе присутствует обязательно и в произведениях одного автора, и в произведениях другого. Борхес вообще в свое время говорил, каждый по-своему воображает рай, мне он с детских лет представлялся библиотекой. Вот такой интересный образ, и он находит свое выражение в его различных рассказах, в частности, у него есть рассказ «Вавилонская библиотека», где библиотека представлена как такая некая вселенная, некая безграничная вселенная, не имеющая конца, но при этом имеющая некую четкую структуру, такой рассказ, эссе, написанный Борхесом, как он видит наш мир через вот этот аллегорический образ библиотеки, библиотеки вселенной. И у Петровича образ сада, образ вот этой книги растения, он еще поддерживается в том числе, если вы будете читать роман, вы обратите внимание на такую деталь, у Анастаса Браницы в детстве от мамы остается несколько книг его отца. Его отец погибает на войне, и мать потом второй раз выходит замуж, а у мальчика в детстве остаются книги отца. Так вот, фамильным символом этих книг является ветвистое дерево, то есть там какой-то герб в виде ветвистого дерева. И вот это вот тоже ассоциация ветвистое дерево, сад, книги, все в жизни этого героя взаимосвязано. И в его уже книге, в той, которую он напишет в книге «Мое наследие», герои будут гулять по этому саду, сворачивая в разные его тропки, уголки, даже те, которые, собственно, Анастас Браница и даже не описал. Кроме сада, у Петровича мы еще встречаем аллюзию на один из образов, используемых Картасаром. Это образ дома, но не просто дома, а дома, который захватывают и из которого вытесняют его жители. У Картасара есть такой рассказ «Захваченный дом», и там, собственно, описывается, как герои приезжают в свой дом, но постепенно начинают слышать какие-то странные звуки, вокруг начинают происходить какие-то странные вещи, и в итоге герои из этого дома уходят. И у Петровича в книге «С местом для свиданий» на самом деле мы тоже встречаем такой момент, как вытеснение из дома. Во-первых, тот самый Сретен покинется, сотрудник спецслужб, он вытесняет из своего дома отца Натальи Дмитриевич в свое время, он начинает за ним шпионить, чтобы подобраться поближе к Наталье, потому что он в нее влюблен, но в итоге получается так, что он закрывает его магазин, закрывает часть дома, в котором привыкла жить Наталья, и таким образом как бы вытесняет, захватывает это место, вытесняет героиню оттуда. И, например, такая же попытка происходит с книгой уже Анастаса Браницы «Мое наследие», потому что с чего собственно начался роман «Книга с местом для свиданий»? с того, что некие странные заказчики пришли к студенту Адаму Лозуничу и попросили его производить корректуру романа. Они решили что-то выбросить оттуда, они решили добавить свою надпись на фронтон виллы. То есть эти люди, получив откуда-то экземпляр романа Браницы, решили себя сделать хозяевами в этом месте. То есть они собственно и начали пытаться захватывать этот дом. И наверное возможно им бы это удалось, но если бы не Адам Лозунич, один из главных героев романа, который поначалу пытаясь выполнить заказ своих клиентов начал работать в этом направлении, что-то корректировать, что-то удалять, а потом, поскольку он уже познакомился и с Еленой, и с Натальей Дмитриевич и узнал собственно кто такой Анастас Браница, кто такой автор этого романа, он приходит к тому, что он не готов нарушить созданный этим литератором мир и практически он становится его спасителем. Он не дает захватить этот дом, он оставляет все как есть, возвращает текст на место и отказывается редактировать роман, тем самым оставляя существовать вот этот вымышленный магический чудесный мир, в котором герои встречаются друг с другом. И несмотря на то, что в конце книги Наталья Дмитриевич уходит из жизни, уходит из жизни и на этой вилле, созданной Анастасом Браницей, внутри его произведения, и уходит из жизни в реальном Белграде, несмотря на то, что она уходит из жизни, все равно книга продолжает жить. И, конечно же, в его романе также четко прослеживается мотив одиночества. Герои произведений Маркеса, Борхеса, Картасара, как правило, одиноки. Вокруг них происходит большое количество событий. Вокруг них существует много других героев. Но все эти герои, они постоянно мечутся между мирами и любовные сюжеты, как правило, какие-то трагические. И у Горна Петровича, если мы посмотрим на героев книги с местом для свиданий, то мы увидим, что практически у каждого из героев одиночество это его такая постоянная характеристика и даже возникающее чувство любви не приводит героев к каким-то отношениям, не приводит к тому, чтобы от этого одиночества убежать и избежать. Что случилось с Анастасом Браницей? Он полюбил девушку Натали. Он стал писать специально свой роман, свой эпистолярный роман, для того, чтобы встречаться с ней на страницах своего романа. Они встречались на страницах его писем в процессе совместного чтения, но когда он встретил ее в реальности, в реальном Белграде, получилось, что она его не узнала. Он остался один. Что случилось с Анастасом Димитриевич? Она познакомилась с Анастасом Браницей в то время, когда он писал этот роман. И, конечно же, молодая девушка, молодой парень, да еще и такой странный, удивительный, чудесный. Конечно же, она тоже в него влюбляется, но и ее любовь остается неразделенной, и фактически она не создает семью ни с кем другим, она не выходит замуж. Она также умирает, уходит в одиночестве. Единственным исключением, пожалуй, в книге Горна Петровича становится как раз Адам Лозанич, который в конце романа соединяется со своей возлюбленной Еленой. Происходит это потому, что Горн Петрович наделяет читателя функцией человека, который точно так же творит повествование, как и сам писатель. Мне видится, что в книге с местом для свиданий Горн Петрович в том числе пытался определить отношения между читателем и писателем. И с точки зрения Горна Петровича читатель является таким же активным участником творческого процесса, потому что читая одну книгу, мы в то же время читаем и многие другие книги. Горн Петрович в одном из своих интервью на вопрос существует ли вообще какая-то одна идеальная книга, или может быть написали ли вы уже свою идеальную книгу, он ответил так. Нет идеальной книги, и слава богу, поскольку ее существование уничтожило бы понятие творчества, так необходимого человеку, хотя и такого несовершенного, но всегда стремящегося к совершенству. В этом привлекательность творчества и его нужность. Книги не решают проблемы реального мира, только описывают их. Книга попробует дать ответ, используя свободную импровизацию а-ля Борхес. Близоруки используют очки, глухие слуховой аппарат, инвалиды протезы, а атрофированные или ампутированные чувства возмещают искусство. Книга это протез, инструмент, байпас для души. Где-то там на пути к нашей душе появился тромб, кровоснабжение замедлилось, но не настолько, чтобы умереть, но и жить так нельзя. И тогда на помощь приходит байпас книга. Таким образом, Горн Петрович рассматривает книгу как одну из возможностей познания нами нашего мира. И, в общем-то, вот эта роль книги, как ключика к познанию, она тоже вполне себе типична для метода магического реализма. На этом мы завершим нашу сегодняшнюю лекцию. Я надеюсь, что вам было интересно и что после этой лекции у вас возникло желание взять в руки книги Горна Петровича и познакомиться с ними более предметно. Если у вас есть какие-то вопросы или комментарии, я всегда рада их принять на своем личном ресурсе, на своем рабочем ресурсе. Благодарю вас за внимание и до новых встреч в эфире. в эфире. Продолжение следует...